Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу как проводится обрезка груши ранней весной. В моем саду растет вот такая груша. Ей уже около 10 лет. Здесь два сорта. Основной сорт это летний любимица клапа и второй приколированный сорт это осенний сорт дюшес. Вот место колировки, то есть основная часть дерева идет дюшес, а маленькая часть это любимица клапа, которая подносят летом. Обрезать дерево груши необходимо ранней весной, до наступления сокодвижения. Также не рекомендуется обрезать ее в мороз, потому что при этом ветки теряют свою эластичность и можно поломать лишние ветки. Дерево уже довольно большое и его ветки постоянно идут вверх. Они уже загустились. Я пытался немножечко сделать дерево ниже, но в прошлом году опять ветки пошли вверх. Необходимо сделать так, чтобы урожай было легко обрывать и он был качественный. Так как дерево очень высокое, я планирую сделать его ниже. В первую очередь необходимо обрезать все толстые ветви, которые уходят высоко и до них не достает моя стремянка. Если эти ветви не обрезать, то летом груши поспеют, но достать их будет невозможно. Они упадут и разобьются. Работу желательно выполнять со стремянки, с которой вы будете летом собирать урожай. Поэтому вам будет хорошо видно то, куда не достает рука или груша снималка. Так как дерево высокое, нам понадобится специальный секатор с пилой на длинной ручке длиной 2,5 метра, а также обычный острый секатор. При уменьшении высоты дерева в первую очередь необходимо обрезать ветки, которые растут вертикально вверх. На них мало урожая, но они существенно увеличивают высоту дерева. Обрезать вертикальные ветки необходимо так, чтобы боковая ветка последняя уходила наружу дерева. И в этом месте обрезаем ее так, чтобы не было пенька. Теперь дерево будет расти в сторону, но никак не вверх. При обрезке дерева необходимо удалить старые засохшие груши прошлого года, потому что часто в них зимуют различные вредители. Поэтому удалить их обязательно. Также при обрезке дерева необходимо удалить нижние ветки, которые смотрят вертикально вниз, потому что их освещение летом будет плохое и урожай будет минимальный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Особое внимание при обрезке груши необходимо уделить удалению порослей, который растет из-под корня. Это дикий сорт груши, который необходимо удалить. Ничего хорошего из нее не будет. После этого необходимо обрезать ветки, которые растут внутрь кроны. Они ухудшают освещенность кроны и уменьшают урожай. Обрезать эти ветки необходимо строго под основание, чтобы не оставлять пенек. Такой пенек быстрее заживет и даже не нужно будет мазать его садовым варом. Также необходимо обрезать ветки, которые загущают крону. Вот видно, что эта ветка растет внутрь и загущает общую крону. Необходимо ее удалить. Затем удаляем ветви, которые трутся одна другую. Выбираем самую красивую, которая смотрит как можно ближе к горизонтали, наружу дерева. В этом случае будем обрезать вертикальную ветку. Обрезаем ветку так, чтобы оставшаяся ее часть смотрела наружу и не терлась от другие ветви. Формируем крону дерева так, чтобы ветви смотрели в стороны как можно горизонтальнее, а не вверх. Поэтому, если ветка растет правильно, в горизонтальном направлении она однолетняя, обрезаем ее на одну треть длины прироста. На одной из веток я обнаружил такой интересный кокон. Похоже, что здесь зимует вредитель. Я не знаю, как он называется. Посмотрим в интернете. Разрежем и посмотрим, что внутри. Окон твердый, имеет такую интересную чешуистую форму. Содержимое желтого цвета, маслянистая. Вот видны непонятные чешуйки внутри. Содержимое маслянистое. Похоже на какого-то вредителя. Может быть листовертка. Если вы знаете, напишите в комментариях. Также при обрезке дерева не забывайте удалить от меньшей ветки. Они отличаются своей хрупкостью и сухостью. Если их оставить, в них будут развиваться всевозможные вредители. Обрезаем их тоже так, чтобы не было пеньков в основании. После обрезки дерева все крупные срезы пеньки желательно обработать садовым варом. Теперь в этот срез не попадет инфекция и будет заживать он намного быстрее, чем без обработки. Вот обрезка дерева закончена. Как видите, основное усилие при обрезке делается на то, чтобы сделать дерево раскидистым и оно меньше шло вверх. А также удаление загущения и поврежденных веток. Теперь крона дерева стала намного светлее. Будет лучше ее освещенность. Не будет пересекающихся веток и урожай должен быть больше. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как проводится обрезка груши весной. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.